Первоклассница Соня вместе с мамой пришла за самым красивым букетом для Жанны Юрьевны, первого учителя. При этом у девочки уже есть свои цветочные предпочтения. Я очень хочу в школу. Ты выбираешь букет для своего первого учительства. Какой это будет букет? Расскажи про него. Ну, красивый, розовый. Ну, я бы так хотела выбрать, чтобы он был розовый. Флористы отмечают, прошли времена, когда за высоченными гладиолусами было не разглядеть первокласску. Для самых юных школьников лучше всего подходят небольшие и аккуратные композиции. Букетики для первоклассек легкие, маленькие, чтобы его было видно за этим букетом, чтобы им было не тяжело держать. Ну, для мальчиков и для девочек два варианта существуют. Для мальчиков такую голубую, синюю гамму берут, для девочек розовую. И больше всего берут вот такие осенние букетики, яркие, с листочками, оранжевые, желтые. Осенний букет в стиле первого сентября может состоять из орхидеи, розы, герберы. И особенно нравится видеть родителям в букетах подсолнухи. Самые ходовые первосентябрьские цветы в Рязани говорят традиционные именно розы. Ну, потому что самые красивые цветы. Розы, кустовые. Нежный, красивый букет. Но на самом деле флористы отмечают, что популярностью пользуются и другие цветы. Нет, в основном идет альстромерия, кустовая хризантема, кустовая гвоздика, подсолнухи, гортензия, дельфиниумы. То есть розу очень мало просят, потому что чаще всего родители говорят, что она умирает. И нужно так, чтобы букет продержал всю линейку и еще радовал учителя дня 3-4 хотя бы. В принципе, как и в том году, и как в этом, два вида. Либо яркие, либо очень нежные. В основном ценовые предпочтения от 1000 до 2000 идет. Не дороже просят. Но есть, конечно, семьи и по 3000. И в этом году почему-то стало популярно то, что, например, 30 человек в классе. С каждого человека по одной розе. Итого получается 29 либо 35 роз. Дарят от всего класса. В среднем стоимость букета школьников в магазинах начинается от 1000 рублей. Но, как известно, не в цене дела. Ни одного первого сентября не проходит у нас без подарка. Без букет цветов. Для нашего любимого учителя. Сначала начинается все от продавца. С хорошим настроением отдается это нам. Мы с хорошим настроением отдаем это преподавателю. В надежде на хорошие оценки. Ну, с вчерашнего дня уже. С вчерашнего дня уже купают. Но сегодня утром уже мне некогда вот прямо убрать. Еще несколько лет назад учительница одного из лицеев Москвы предложила школьникам и их родителям 1 сентября не покупать дорогие букеты, а сэкономленные деньги перечислить в фонд помощи больным детям. Идею поддержали ученики и тысячи пользователей интернета. В Рязани пока эта идея не зародилась, но уже сегодня и родители, и учителя отмечают о ее необходимости. Ну, это хорошая очень идея, потому что очень много нуждающихся, но вроде бы какая-то традиция, которую создали. И мы ходили с букетами, и дети наши будут ходить. Мне кажется, красиво. Поддерживаю ее. Поддерживаю, потому что очень многие нуждаются в помощи. Это была бы здоровая акция. Я слышала про эту акцию. Так что я только за.